Изменения в затратах на строительство. 158 тысяч тенге нужно на возведение одного квадратного метра жилья. Пытался заложить землю пайщиков без их ведома. Директор ТО «Жаркн-СК» получил срок. Он хотел оформить заем в 600 миллионов тенге. Вовремя вмешались сельчане. Выбрасывают на мороз, топят в ведрах, оставляют голодать. Петропавловские волонтеры рассказали о тяжелой судьбе питомцев. Достаточно ли недавно возведенного закона об ответственном обращении с животными? Почти 300 тысяч квадратных метров жилья ввели в Северном Казахстане в этом году. Это на 13% меньше, чем годом ранее. Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра увеличились на 27 тысяч тенге и составили 158 тысяч. В январе-декабре объем строительных работ сложился в 122,5 миллиарда тенге. Весь этот объем выполнен предприятием частной формы собственности. По видам работ наибольший объем приходится на строительство и ремонт автомобильных дорог, это где-то 25%, и на строительство жилых зданий 17%. По инвестициям рост на 3,5%. Северный Казахстан привлек 366 миллиардов тенге. Почти половину – сельское, лесное и рыбное хозяйство. В приоритетных направлениях также операции с недвижимостью, транспорт и складирование, промышленность. Объем производства последнего составил почти 480 миллиардов тенге. В нашей области 82% этого объема приходится на вырабатывающую промышленность. Производство продуктов питания возросло на 7%. В том числе производство мясных консерв выросло в 2,2 раза. Производство мяса и пищевых субпродуктов выросло в 1,5 раза. Производство крупы на 32%, мука на 24,3%. Готовая корма на 17,8%, колбасные изделия на 15%. Объем воловой продукции сельского хозяйства за прошлый год составил 1 триллион 117 миллиардов тенге. На убой отправлено 110 тысяч тонн в живой массе всех видов скота и птицы. Получено 647 тысяч тонн коровьего молока и 705 миллионов штук куриных яиц. Агирим Хамзин, Аринат Шамшудзинов, МТРК. На коррупционные риски проверят сферу распределения и доступности земельных участков под бизнес, а также подведение инфраструктуры к объектам бизнеса. Об этом говорили на заседании с участием первого заместителя Акимобласти Марата Тасмаганбетова. Проводится внешний анализ будет в течение месяца. И включает в себя он такие вопросы, как торги на земельные участки, предоставление земель для ведения сельскохозяйственного производства, причины отказов на получение земли и многие другие. Жители могут направить информацию на электронный адрес антикоррупционной службы и в группу Телеграм. Эти каналы связи, которые вы можете увидеть на экране, используют для выработки рекомендаций по устранению коррупционных рисков. Североказахстанские прокуроры отменили конкурс на строительство многоэтажек в микрорайоне Капай. Оказалось, у заказчика, то есть у городского отдела ЖКХ, не было разрешительных документов, в частности, решения о предоставлении соответствующего права на землю. Конкурс почти на 3 миллиарда тенге отменен. Что касается земельного вопроса, за последние три года в госсобственность возвращено 232 земельных участка площадью 124 тысячи гектаров. Устранен дефицит пастбища на 124 тысячи гектар. Защищены права более 11 тысяч обладателей условных земельных долей в 26 проблемных предприятиях, где общая площадь паевых земель составляет 257 472 гектара. По фактам поделок протоколов общих собраний с участием пайщиков в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями руководителями ТО начато 22 досудебных расследования. Одно из громких дел касается пайщиков ТО Жарк-НСК в Айртаусском районе. Речь о 4 тысячах сельчан. Предприниматель пытался заложить земли в банк и надеялся получить 600 миллионов тенге. Но пайщики вовремя забили тревогу. Оспаривалось 14 договоров залога, которые ТО Жарк-НСК заключил с аграрной кредитной корпорацией без ведома пайщиков. История тянется еще с 2017 года. В отношении директора и бывшего директора ТО Жарк-НСК по факту мошенничества проводились досудебные расследования по результатам уголовных дел направленных в суд. Приговорами судов, которые не вступили в законную силу на сегодняшний день, они осуждены к реальным срокам лишения свободы. Идет расследование и в деле группы предприятий холдинга Алиби. Там пайщики написали коллективные заявления. Но руководство холдинга тогда уже получило в банках заем на 4 миллиарда 700 миллионов тенге под залог земельных участков сельчан. Проводится аудиторская проверка для установления сумм ущерба и конечного бенефициара денежных средств. В прошлом году прокуроры области провели 132 проверки и около 300 анализов. Выявили 900 нарушений. В основном в сфере госзакупок, строительства, здравоохранения, сельского хозяйства, антимонопольного и пенсионного законодательства. Агирим Хамзина, Ренат Шамшудзинов, МТРК. 20-летнего жителя Бесколя, управлявшего транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет. При проверке запах алкоголя отсутствовал. Но внешний вид молодого человека вызвал подозрение у полиции. Парню предложили пройти медосвидетельствование. Задержали нарушителя во время операции «Безопасная дорога». Проходила она с 13 по 17 января. За пять дней полицейские выявили 24 водителя, которые находили состояние опьянения за рулем. Как показывает анализ аварийности на дорогах Североксахстанской области, в 2022 году число ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей, снизилось по сравнению с 2021 годом на 20%. Тем не менее, многие североксахстанцы еще позволяют себе садиться за руль после употребления алкоголя. Каждый из них – потенциальный преступник, представляющий угрозу для жизни и здоровья окружающих. За прошедший год в области задержано 845 пьяных водителей в рамках проведенного ОПМ-24. Всего за время ОПМ выявлено почти 1700 различных нарушений правил дорожного движения. Самое частое – неиспользование ремней безопасности. В таких фактах выявлено 178. Кроме того, 117 водителей пользовались телефоном во время движения. 112 превысили скорость. 31 нарушил правила маневрирования. 21 проехал на запрещающий сигнал светофора. Полицейские продолжают разъяснения по легализации авто с иностранной регистрацией. Они провели прямой эфир в Facebook и Instagram. Сотрудники процессингового центра на двух языках рассказали о порядке легализации, ответили на десятки вопросов пользователей, разъясняли, какие потребуются документы, рассказали о сроках и порядке проверок. Решение по каждому автомобилю будет приниматься в течение двух дней. Владельцам направят уведомление о положительном результате и необходимости явки в спецсон для регистрации авто. Следующий вопрос поступил, если цвет по документам не будет совпадать с фактическим цветом, это ведь не является основанием отказа. Полицейские отвечают, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, но главное все же соответствие по документам агрегатных данных. Гражданин Российской Федерации с видом на жительство спросил, может ли он зарегистрировать автомобиль. Легализация подходит только для резидентов республики Казахстана. То есть вы можете снять, написать другое купли-продажи на гражданину Казахстана, вот тебе, конечно, друга, товарища. Полицейские проводят разъяснительную работу, чтобы каждый владелец беспрепятственно прошел процедуру. В середине января прошла встреча с инициативной группой представителей общественности. Тогда организовали диалог с населением в телеграм-чате. Прямой эфир в популярных соцсетях – еще один эффективный инструмент информирования. Жители даже не областного центра могут подать первый этап проверки через портал электронного правительства ИГОФ, либо через приложение банка второго уровня. Если им приведут СМС-уведомление о том, что у них машина подлежит регистрации, необходимо пройти пункт осмотра. Пункт осмотра будет расположен по адресу улицы Нефтепроводная, 7, это микрорайон Береке. Также жители и гости области могут обратиться в колл-центр в рабочее время с 9 утра до 7 часов вечера по номеру 320022, либо 320019. Разовая легализация проводится с 23 января по 1 июля 2023 года для автомобилей, которые ввезены в страну до 1 сентября 2022 года. Не находятся в розыске, сняты с учета в другом государстве и прошли таможенную очистку. Алишер Ашимов при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Кнопка «СОС» – возможность аудио- и видеозвонка, пересылка текстового или голосового сообщения. Таковы возможности мобильного приложения 102. То есть с полицией можно связаться в любом удобном формате, сообщить о нарушении и получить консультацию. Также поддержка геолокации позволяет попросить помощи, даже не зная своего точного местонахождения. В прошлом году североказахстанцы более 200 раз воспользовались приложением 102. Обращения поступали разные – от нарушений правил парковки до шумных посиделок во дворах. В 163 случаях полученная информация подтвердилась – нарушителей привлекли к ответственности. Зоя Павликова и Лариса Игнатова неравнодушны к судьбе братьев наших меньших. Женщинам сложно пройти мимо бездомных животных, которым особенно несладко приходится в зимний период, когда оставленные хозяевами хвостатые постоянно чувствуют не только голод, но и холод. В конце 2022 года североказахстанных сплотила история, в которой они объединились, чтобы помочь питомцам. Ко мне обратилась моя знакомая, давняя знакомая. Ее госпитализировали в больницу. Я с ее слов знала, что у нее прилично в доме животных, кошек, собак. И она меня попросила, чтобы я их забрала к себе. И я такой возможности на тот момент не имела, да и сейчас я ее такую не имею. Я обратилась к волонтерам, потому что это люди, которые всегда придут на помощь. Но я не думала, что там настолько ужасно. И что в таком состоянии животные я просто не ожидала, если честно. Сегодня 26 декабря 2022 года. Вот они все собаки. А вот и тот самый дом знакомой Ларисы Игнатовой. На любительском видео о голодавшей собаке и кошке, которые жадно накинулись на еду. На полу продукты их жизнедеятельности. Не топлено. Печка то ли развалена, то ли что. Темнота, окна пленкой заделаны. Вот через день ездили, кормили. А кошек она нам сразу отдала. Забирайте, забирайте. Но кошек некуда было в приют. Их не брали, я их забрала домой. Из них четверо было в ветклинике пристроили временно. Их там обработали и от блох, и от глистов. Три кошки умерло. Потому что они не выдержали вот этого всего. Собак только успели двоих вывезти. Зоя Павликова устроила их в приют, который в декабре 2021 года открыл предприниматель Андрей Исаков. По словам волонтера, в доме, из которого забрали животных, остались еще несколько питомцев. А вот и тот самый дом, в котором сейчас, предположительно, находятся две собаки. Хозяев внутри нет. Дом закрыт на замок. В каком состоянии животные сейчас? Голодны ли? Нужна ли им медицинская помощь? Мы не знаем. Соседи хозяйки запертого дома говорят о ней следующее. Когда она начинает выдумывать фантазии у ней там бурные всякие, то ребятишки ее там ограбить хотели. Ну, летом собаки бегают, кошки бегают. Зимой как бы так не видать. Сотрудники областного департамента полиции смогли связаться с хозяйкой дома. К сожалению, у нас этого сделать не получилось. Так вот, она объяснила стражам порядка, что сейчас живет в другом месте. В доме находится одна собака. Женщина периодически навещает ее и кормит. В марте 2022 года в Казахстане начал действовать закон об ответственном обращении с животными. В основу долгожданного и широко обсуждаемого нормативного акта о легви четыре принципа. Среди них отношение к животным, как к существам, способным испытывать боли и физические страдания. Персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного. Защита от четвероногих от жестокого обращения. А еще воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным. Усилены уголовная и административная виды ответственности за жестокое обращение с животными и призывы к нему. За жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно-акузуемого деяния, по первой части предусмотрена ответственность для физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей, для должных лиц в размере десяти месячных расчетных показателей. За повторное правонарушение в течение года штраф возрастает для физических лиц в размере 20 мрп, для должных лиц в размере 40 мрп. За жестокое обращение с животным, повлекшее его увечья, уголовный кодекс предусматривает штраф до 414 тысяч тенге, либо исправительные работы или привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток. Если же в результате жестокого обращения животное погибло, то такое деяние наказывается штрафом до 690 тысяч тенге, либо исправительными работами или привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового. Хотелось бы, чтобы была поголовная стерилизация и бесплатная. И, наверное, побольше приютов, потому что очень много животных сейчас на улице, и кошек, и собак, подвалы забиты. Вот собаке было 10 щенков, осталось трое, остальных отравили. Вот люди просто пришли и положили отраву в чашку. А щенков хотели пристраивать. Везде коробки с котятами. И люди не знают, они в мороз их выкидывают, им без разницы, на помойку выкидывают, вывозят в поле, на трассах люди подбирают. Сборы очень плохие у нас, мы постоянно на карман собираем, на операции собираем, на стерилизации. Стерилизация очень важна, так как с ее помощью можно регулировать численность бродячих животных. После принятия закона об ответственном обращении с животными, государство приступило к выделению средств на временное содержание, чипирование, вакцинацию и стерилизацию бродячих собак и кошек. В 2023 году из областного бюджета на эти цели выделено порядка 40 миллионов тенге. Сотрудники областного управления ветеринарии напоминают владельцам четвероногих, что с 1 сентября 2023 года по всей стране будет введен обязательный учет домашних животных. Кроме физических лиц и частных ветклиник, этой процедурой будут заниматься государственные ветеринарные организации. Учет владельческих собак и кошек производится на платной основе. Для социально изменимых слоев населения эта услуга будет оплачиваться государством, то есть проводится за счет бюджетных средств в соответствии с правилами учета домашних животных. В текущем году на эти цели выделено с местного бюджета порядка 3 миллионов тенге. На сегодняшний день на территории города Петропавловска имеется 7 ветеринарных клиник, которые оказывают услуги по чипированию домашних животных. Информация о чипированных животных поступает в специальный информационный сервис Танба. С октября 2022 года в области поставили на учет порядка 200 домашних животных. Дарья Пушминцева, Ринаш Мшудинов, МТРК. В территориальном департаменте Комитета атомного энергетического надзора и контроля подвели итоги работы за 2022 год. За прошедшие 12 месяцев сотрудники ведомства провели 8 внеплановых проверок, выдали 4 предписания и возбудили 3 административных дела. Одно из них в отношении акционерного общества Севкасэнерго. Компания своевременно не сообщила о нарушениях, в результате чего штраф в 612 тысяч тенге. К административной ответственности привлекли ИТО «Миллиоратор». Там без разрешения занимались ремонтом электрических сетей на охраняемой зоне. Профильный департамент взыскал с товарищества 153 тысячи тенге. На сегодняшний момент данные штрафы взысканы полностью. Также департаментом за 2022 год по полугодовым спискам было проведено 3 профконтроля с посещением. По результатам было выдано 3 предписания. На сегодняшний день 2 предписания исполнены полностью, а по одному предписанию не подошел срок. Также департаментом за 2022 год было проведено 11 профилактических контролей с посещением в области атомной энергетики на предмет соответствия заявителям требованиям радиационной безопасности. По результатам замечаний выявлено не было. Празднование крещения Господня начали еще до восхода солнца. Священнослужители вместе с десятками верующих пришли на водоем. Здесь совершили молитву и осветили специально оборудованную купель. Пришло время набрать специально освященную воду. Считается, что в день крещения она обладает особыми лечебными свойствами. Может избавить как от душевных, так и телесных тягот, а также зарядить положительной энергией. Главное, говорят североказахстанцы, это верить. Умываться, пить, когда болеешь. Ну и так, для профилактики. Изляжена святая вода. Мы каждый год приезжаем рано утром сюда. Обычно и купались в этом году, просто здоровье не позволяет. А так обычно купаемся в проруби, водичку набираем. Сегодня в баньке будем купаться. Видите, большую водичку взяли. Пьем водичку святую. И вот набираем. В течение года потом пьем. Более смелые и закаленные в освященную воду окунаются прямо здесь, в купели. Говорят, когда окунаешься, очищаются мысли и душа. Благо, погода позволяет совершить такой обряд. Нормально, нормально. Вообще погода. Прям ни ветерка, ничего. Можно купаться. Хорошо, да. Ощущения прекрасные. И хочется потом еще занырнуть. В машине посидишь, хочется еще раз. Жара такая. Аж пар от меня идет. Пожелать всем нам, казахстанцам, всем народам, счастья, любви, процветания. Возле купели дежурят спасатели. Следят за порядком и за самочувствием граждан, которые пришли окунуться в Иордань. Люди соблюдают все правила безопасности. Запускаются специально по очереди. При входе воды замечается то, что человек, если в алкогольном опьянении, или плохо себя чувствует, то мы обязательно не запускаем его. Во время крещения организовано дежурство с местной полицейской службы, совместно с департаментом ПЧС, спасательного отряда. Окунуться в крещенскую воду можно и дома. В этот день, как гласит предание, освещается вся водная стихия. А вода в реке после крещения Господня считается целебной еще в течение двух дней. Диана Саалихова, Ринат Шамшуддинов, МТРК Крещенскую прорубь окунулись жители Кызылшарского района. С восьми утра на водоем Бескольского пляжа приходят с семьями. Практически каждый год это делаем на протяжении, наверное, десяти лет. Нам это нравится. Всех с праздником, здравия душевного и телесного, с крещением Господним. Главная вера и светлые помыслы. Омовение для многих – это необходимый обряд в день крещения. С друзьями приезжаем. Попозже дети подорцов будут, детей приучать, чтобы закалялись. Всех петропавловцев с праздником, со священным. Всем благодати. Многие пришли, чтобы запастись крещенской водой. Считается, что в этот день она наделяется целебными свойствами и исцеляет от болезней духовных и физических. Это у нас как традиция. С молодости в этот день ходим, водичку набираем. Когда молодые были, купались. Но сейчас уже возраст не позволяет. Святая вода, как правило, хранится дома. Ее можно пить, окроплять в жилище. Но какие бы обряды вы ни проводили, самое важное – это милосердие, молитва и покаяние. Прежде всего хочу сказать, что для верующего важно это присутствие на службе, на богослужении, праздника Крещения Господня, где совершается после богослужения великое освящение воды, а затем уже по желанию и по состоянию своего здоровья и возможности, если человек хочет, он может прийти и окунуться в воды. В этот день своим крещением Господь начал свое общественное служение и водное естество осветил своим присутствием в нем. Всего в Казалжарском районе подготовили 4 места для совершения омовения и 7 мест для забора крещенской воды. Купели открыты с 7 утра до полуночи. Анастасия Кузнецова, Казбек Арыкбаев, МТРК. Спорт закаляет человека. Спорт делает его достойным гражданином своей страны. Так считал полковник таможенной службы, мастер спорта по вольной борьбе Кайсар Малгождаров. 10 лет назад его не стало. Но в память о нем его родные и друзья создали благотворительный фонд поддержки молодых спортсменов. Несмотря на то, что его с нами нет, его дело патриотизма, любви к спорту. Лично знал его, лично был знаком с ним. Он был огонь внутри, он был горел и был настоящим патриотом нашей страны, настоящим спортсменом. А сегодня уже по традиции организаторы собрали юных спортсменов, детей из многодетных семей, друзей, родных Кайсара Малгождарова и общественность, которая помнит и чтит заслуги земляка. Свои таланты показали юные артисты, танцоры, спортсмены. А далее для детей организовали спортивную эстафету. Мы решили провести при поддержке управления спорта руководителю огромное спасибо именно во дворце спорта, чтобы дети видели, откуда начинается их путь. Я очень надеюсь, что когда-нибудь настанет время и некоторые или многие из этих детей станут олимпийскими чемпионами. Благотворительный фонд имени Кайсара Малгождарова проводит такие акции для детей, нуждающихся в поддержке три раза в год с момента его создания. Каждый ребенок должен развиваться в спорте. И поэтому сегодня детям многодетных семей вручили сертификаты в спортивные магазины. Каждый на сумму 30 тысяч деньги. Будущие наши спортсмены! Среди тех, кто получил сертификат, и, кстати, отличился в эстафете, Артур Сюткин. В семье он младше из пятерых братьев. Занимается лыжным спортом год и уже достигает побед. У нас было два соревнования. Один на 700 метров, 8 кругов надо было проехать. У меня второе место было. А второе надо было 200 метров, 10 кругов. Я на эти деньги хочу себе купить лыжу, потому что давно мечтал. Исполнить свои мечты смогут 20 ребят. Такую акцию в этом году фонд проведет 3 мая, в день рождения Кайсара Малгождарова, а также в день защиты детей. Анастасия Кузнецова, Ринат Шамшуддинов, МТРК. Чемпионом зимней универсиады 2023 стал Бекинтай Турлубеков из Эйртаусского района. В спринтерской гонке на 10 километров биатлонист пересек финиш первым и принес в копилку страны золотую медаль. К слову, казахстанские спортсмены в этой гонке заняли 4 из 5 призовых мест. Универсиада сейчас проходит в США. Субтитры создавал DimaTorzok